Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Итак, мы продолжаем Утро на Болткоме. Александр Шунин и Абик Элкин. На доброе утро. Да, как известно, соль – это белая смерть, сахар – это сладкая смерть, а есть хочется – и солененькое, и сладкое, и в пандемию, и не в пандемию. Итак, в пятницу был подписан меморандум между Министерством здравоохранения, Ассоциацией диетологов-специалистов по питанию, а также рядом производителей тех самых продуктов питания. И сейчас с нами на связи один из членов Ассоциации диетологов, сертифицированный специалист по питанию Светлана Алексеева. Доброе утро, Светлана. Здравствуйте, доброе утро. Да, расскажите, пожалуйста, что это за важный документ, чему он посвящен и к чему он приведет, какие изменения на полках магазинов ожидаются в ближайшее время? Да, это меморандум, цель которого заключается в том, чтобы улучшить пищевые привычки населения Латвии за счет повышения доступности продуктов питания с такими хорошими, качественными показателями, как сниженное количество добавленного сахара, сниженное количество соли и уменьшение количества содержания насыщенных жирных кислот. Потому что, конечно, если мы говорим о влиянии этих параметров на здоровье, то это негативное влияние. Так как люди сейчас у нас заняты, склонны очень быстро принимать решения, то я считаю, что это прекрасный шаг со стороны правительства, со стороны профессиональных ассоциаций, к тому, чтобы помочь населению делать более здоровый выбор в пользу себя и своей семьи. Это весьма благая цель, и всячески и я, и Абик наверняка, и большинство слушателей поддерживают. Но есть такой нюанс. Речь ведь идет о бизнесе, о производстве продуктов питания. И в таких промышленных масштабах невозможно, к сожалению, опять же, с точки зрения экономики, не использовать какие-то трансжиры и пальмовое масло, которые удешевляют конечный продукт. Достаточно, мне кажется, сейчас на полках даже сетевых, простых магазинов чего-то более здорового, экологичного и так далее. Но стоит оно дорого. А учитывая, как повысились цены последний месяц-полтора, в прямом смысле, точнее, не до жиру, сейчас до жиру получается. Большинство выбирает, что подешевле, что по кошельку. Как вот одно с другим может согласовываться, вот эта благая цель и жесткие законы экономики? В любом случае, если мы говорим про законы бизнеса, о том, что производители могут использовать различные технологии, различные заменители, есть также другие ограничающие факторы, такие как то же самое содержание трансжиров в продуктах питания. Это такая основная вещь. Потому что, например, добавление того же самого пального масла, которое вы указали, оно неплохое. Оно неплохое. И существует очень мифов много по поводу того, что, например, какое-то масло хорошее, какое-то плохое. Это, кстати, было бы следующее очень хорошее продолжение этого меморандума, за счет чего производители будут улучшать эти показатели. Пока что сейчас, читая этот меморандум, мы видим о том, что присоединилось 13 производителей, которые будут это делать. Я считаю, что это такой первый шаг, потому что знаю, что производителей достаточно много, и по-хорошему должно быть их намного больше. И помимо того, что они подают свою заявку, они должны указать, какие конечные цифры будут, и должны указать также, что увеличение пищевой ценности продукта не будет превышать 10%. То есть это значит, что продукты не должны стать более калорийными. Если говорить опять же про стоимость продуктов, да, есть такое мнение, такой взгляд людей о том, что полезные продукты, они дорогие. Но на самом деле дороговизну продукта формирует его степень обработки. Чем больше продукт обработан, тем больше он прошел по цепочке производителя. Сделали, например, полуфабрикаты, те же самые, не знаю, батончики, сосиски и так далее. Конечно, продукт становится дорогим. Но если мы говорим о цельных продуктах, которые являются базой и составляющей здорового питания, те же самые забытые бобовые, перловка, гречка, овощи, которые сейчас доступны, фрукты, которые сейчас тоже доступны, то их цена достаточно соизмерима. И полезное здоровое питание – это может быть абсолютно недорогим вариантом питания. Светлана, а тем самым 13 производителям зачем участие в этом меморандуме? Какие преференции это даст им? Налоговые льготы или что-то еще? Про преференции, но я, скажем так, по тому, как эти производители сейчас появляются в средствах массовой информации, о том, как упоминаются их имена, как часто, то есть это, возможно, какой-то шаг к продвижению своих компаний, своего производства. Но насчет бонусов, которые могут они иметь от государства, я не знаю. Я так понимаю, что все-таки тут идет речь о большей населении. Ну, по крайней мере, мне хочется так верить. Что касается, действительно, питания, насколько реально избавиться от привычек в питании? Потому что, кроме цены, понятно, что стоимость играет роль. Есть определенные привычки. Люди, наверное, в питании достаточно консервативны, большинство, то есть они привыкли к определенному завтраку, к обеду, как там получится, к ужину определенному. Что ваш опыт о чем говорит? Я вам хочу сказать, что привычки – это, наверное, самая устойчивая вещь вообще, которая есть у людей. С ними бороться очень сложно, поэтому я всегда предлагаю выбирать не путь борьбы, а путь какого-то нахождения компромисса. Надо дать время, надо делать маленькие шаги, не надо ломать систему сразу и прыгать с места в карьер. Это очень сложно. Кому-то дается это в течение пару недель, кому-то необходимы года, кто-то годами меняет привычки и потом в какой-то момент, испытывая какой-то психологический дискомфорт или же стресс, возвращается к старым привычкам. Это сложно. Это сложно. И с привычками работают очень многие специалисты. Тут работа с привычками связана не только, например, с диетологией, но и, конечно, с психологией, с коучами по здоровому образу жизни и так далее. Достаточно сложно. Человеку необходимо иметь очень сильную мотивацию, силу воли, время, средства. То есть очень-очень много составляющих. И они должны сложиться все-таки в какой-то в одну такую точку, чтобы все-таки это произошло. Немногим удается, к сожалению. Какие основные ошибки в питании вы могли бы назвать? Я сейчас говорю о латвийском обществе конкретно. В основном это потребление жиров. По статистическим данным у нас, например, если мы говорим о рекомендованном потреблении жиров, то они должны составлять примерно 30% от рациона в день. Это достаточно большая цифра. Но рассматривая рацион жителей Латвии, мы видим, что количество жиров, которое они потребляют, равно примерно 40%. Это достаточно много. Превышение на 10% достаточно много, зная тем более о том, что жиры у нас являются наиболее калорийным продуктом по сравнению с белками и углеводами. Например, белки и углеводы содержат 4 калории на 1 грамм. Жиры содержат больше чем в 2 раза 9 калорий на 1 грамм. То есть, соответственно, превышение 10% содержания жиров в рационе – это повышенная калорийность, это набор веса, это, конечно же, повышенные риски сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что, опять же, к сожалению, увеличение процентуального содержания жиров происходит не за счет полезных жиров, ненасыщенных – это авокадо, орехи, растительные масла, а за счет насыщенных жиров – это сосиски, сардельки, карбонады и так далее. – На ваш взгляд, это все-таки связывается больше с такими тоже привычками или это и особенности климата? Ну, я предполагаю, если есть такие исследования, что, наверное, летом в жаркую погоду, у нас сейчас бывает довольно жаркое лето, все-таки употребление жиров несколько снижается по объективным причинам, но и вот зимой хочется согреться, может быть, с этим связано. Возможно, нет. – Да, как говорится, и то, и то имеет место. Например, если мы посмотрим классические блюда латвийские, то есть что у нас там, этот серый горох со шпеком идет, такой жирненький, классические мужское блюдо – это свиной карбонат. То есть, опять же, люди заморачиваются насчет того и начинают говорить о том, что свинина плоха, свинину надо исключить, но на самом деле свинина не так… Ну, скажем так, она неплохая – это нормальный, хороший источник белка и жиров. Но если мы готовим ту же самую свинину в варианте карбоната, когда мы добавляем кучу масла и он жарится и так далее, то это уже идет превышение количества жиров. Поэтому привычки, да, доступность продуктов, например, если у человека нет времени, он прибегает в магазин, что он видит? Он видит сосиски, сардельки, колбасы, которые, опять же, стоят не так дорого, но содержание жиров там тоже примерно 40%, на 100 грамм достаточно много. И климат, да, согласно вегетарианцам, в Латвии тяжело. Вот интересно, вы меня сняли буквально с языка, у нас не так много времени. Что касается вегетарианства, ведь это всегда копию ломается, одни говорят, что вот это есть здоровая пища, другие говорят о том, что это мода, но отнюдь не так уж и здорово, все-таки всегда более полезен такой сбалансированный рацион, где есть в определенных пропорциях и рыба, и мясо, ну и овощи, понятно, с фруктами. Вот как вы к этому, как диетолог, относитесь? Я к вегетарианству, к продуманному вегетарианству отношусь хорошо, если это вегетарианство относится к взрослому человеку, а не к ребенку, которого взрослые не заставляют, но навязывают свои какие-то вот эти вещи. Но вегетарианцам стать просто так необдуманно, это плохая история, плохой вариант. Конечно же, рацион вегетарианский, он должен быть продуман, должен быть согласован. Но, кстати, говоря о том, какие у нас вегетарианцы в Латвии, то с кем я сталкиваюсь, достаточно высокий уровень образованности, люди достаточно хорошо информированы об источниках белков, жиров, углеводов, достаточно хорошо могут сформировать свой рацион. В общем, взрослые люди, с которыми я сталкиваюсь в Латвии, достаточно хорошо умеют балансировать свой рацион вегетарианский. Поэтому, если он продуман, если он не навязан детям, то я считаю, что это хороший подходящий вариант, если человек это выбирает, но это не панацея от лечения, от профилактики каких-то заболеваний. Это просто такой образ питания. Светлана, еще такой вопрос. Может быть, в последнее время действительно неумолимо уходит. Что касается традиционных блюд, вы их упомянули, там тоже самый серый горох или свиные отбивные карбонады, там под сырной шапочкой вот это вот все. Стоит ли обращать внимание не только на блюда как таковой, на привычки питания, но и на то, как энергия потребляется? Ну, то есть, все эти традиционные блюда, они, ну, что называется, крестьянские. Они пришли с тех времен, когда много работали в поле, когда много работали на производстве, то есть энергию тратили. То есть, по сути, возможно, в самой этой еде нет столько плохого. То есть, энергию, получаемую, нужно просто больше сжигать. То есть, либо меньше есть, либо больше двигаться. Прав я или не прав? Да, все верно. В принципе, все верно. У нас, в принципе, баланс энергии, он так как бы, если мы ставим на чашу весов, то у нас, с одной стороны, мы потребляем энергию, с другой стороны, тратим. Соответственно, если чаши весов стоят на одном уровне, то у нас вес не меняется. Единственное, что, ну, конечно, все-таки вот этот баланс белков, жиров и углеводов, количество белка на килограмм массы тела, процентуальное содержание жиров и их распределение между насыщенными жирами, которые избыток может влиять на повышение рисков сердечно-сосудистых заболеваний, они важны. Да, если раньше, просто, может быть, люди, ну, не доживали до того возраста, когда уже начинались проблемы с сердцем, да, то есть продолжительность жизни была более короткая. То есть сейчас мы говорим про все-таки людей, у которых средняя продолжительность жизни достаточно высокая, и нам надо сохранить здоровье сердца. Поэтому здесь немножко калории, да, но вот немножко распределения еще надо посмотреть, как оно будет. Спасибо за рекомендацию. А мы благодарим Светлану Алексееву, сертифицированного специалиста по питанию и член Ассоциации диетологов за уделенное нам время, за некоторые советы. Спасибо и всем приятного аппетита. Утро на балконе мы потихонечку закрываем сабиком. Благодарим вас за внимание, за то, что слушали, за то, что комментировали нас на Фейсбуке. Да, работа радиостанции, конечно же, продолжается. Впереди нас ждут и вас ждут традиционно добро пожаловаться и диагноз недели и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, к вашим услугам наш замечательный острый новостной портал Микс Ньюс ЛВ. Хорошего дня, услышимся завтра.